Станция не должна работать так, как она работала все 60 лет. Хотя она соответствовала своему названию, и её уважали за это название в этой стране. Это я могу констатировать, как человек, который с 1977 года является фриленсер «Радио Свободы», ни одной недели, за исключением последних, с 1977 года, ни одной недели не пропускала, выходя в эфир, какие бы ни были у меня жизненные обстоятельства, потому что очень уважала это слово «свобода», «радио Свобода». И считала, что работаем мы правильно. Вот вы говорите, что теперь надо работать иначе, потому что мир изменился. Конечно, и наша страна изменилась. Но, господин Корн, ведь и мы изменились вместе с нашей страной. И те люди, которые работали на свободе, они тоже за эти 20 лет изменились. И, поверьте, мы чувствуем своих слушателей лучше, чем вы, не умеющие говорить на нашем языке. Может быть, даже желающие изо всех сил сделать «Свободу» прекрасной радиостанцией. И мне казалось, что «Свобода» интересна, «Свобода» имеет свою нишу, имеет своих слушателей. Вы, с какого там, с 10 ноября, что ли, начинается новое вещение? Вы уже в сентябре, за один день. Это просто, знаете, даже при нашем диком капитализме, в котором весь мир возмущается, так с людьми не поступают, как вы поступили, с людьми со свободой. Я случайно была в этот день на свободе, я там не так часто бываю. Это был общий шок, и мы тоже. Хорошо, мы работали не так. Трудно себя ценить изнутри. Может быть. Но я слышу про частоты, про то, про это, про телефоны. А вот про эту знаменитую концепцию, которая легла в основу нового вещания. А я не знаю, что это за концепция, в чём она состоит. Вот можете вы мне объяснить, ради чего вы убили старую свободу ещё в сентябре, не ожидая 10 ноября? Ради чего? Чтобы мы что услыхали? Как вы собираетесь строить эту радиацию? Вот вы сказали, вы будете увеличивать число фрилансов. Я не знаю, войду ли я в их число, кому вы обратитесь с таким предложением. Я ведь по-старому работаю, с 77-го года. Понимаете? Наверное, уже устарело совершенно безнадёжно. Тогда, а кто будут эти новые фрилансы? О чём они должны говорить, о чём мы не говорили? И что они такого... О чём они будут молчать, о чём мы не молчали? Можете вы мне ответить на этот вопрос? Вот это для меня важнее, это средние, это волны, или, понимаете ли, новая аудитория. Может, правда, на молодёжь вмещать, но на молодёжи тоже что-то говорить надо. Мне интересно, что именно, в чём состоит эта потрясающая концепция, ради которой выгнали всех, взяли Машу Гессона и неизвестно ещё кого. О чём? О чём? О чём? О чём? О чём? О чём?